Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас за пару минут мы с вами обсудим новости магазина. Перед тем как начнем, хочу показать вот это коротенькое видео. Это подтверждение того, что победитель мини-турнира ВотГСН получил свой заслуженный приз, с чем я его и поздравляю. И это да, мини-ответик всем тем ребятам, которые в том числе и с нецензурной лексикой, писали в комментариях по поводу того, что это все разводняк и что никто никаких призов получать не будет, и что я, как автор, таким образом пытаюсь заманить вас на свой канал. Да, ребят, я заманываю вас на свой канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео, только я заманываю вас как раз честностью, а не обманом. Ну а теперь, что касается, ребят, новостей. Новости в магазине есть, пускай их не так уж и много, но почему бы их не обсудить. Первое, что необходимо отметить, это то, что у нас начался новый сезон, в частности, рейтинговые бои апреля, по результатам которых за собранные монеты вы можете приобрести себе наборчики, вы можете приобрести себе индикатор рейтинга, это обвесик, который довольно-таки прикольно смотрится на машине, но только в том случае, если вы часто играете в рейтинговых боях, здесь будет отмечаться ваш рейтинг, ну и, соответственно, будет показывать всем, какой вы крутой. Но только для этого крутым сначала надо быть, но это дело уже такое, третье. Поэтому я бы рекомендовал все-таки рассматривать не за 5000 обвесик, а вот как раз за 11500 присмотреть себе, допустим, Франкенштанта. Хотя им казалось бы 11500, типа немного, но если посчитать, что в Золотой Лиге вам будут платить за каждую победу всего лишь по 5 монет, то, короче говоря, получается, вам надо отыграть. Я посчитал на калькуляторе приблизительно, ну, до хрена, короче, боев. Там посчитаете сами. Но сам Франкенштан действительно стоит того, чтобы стоять в вашем ангаре, если у вас его нет. Плюс к тому, чем мне нравится больше наборчик с Франкенштанком, чем наборчик с СТГ. Ну, во-первых, СТГ мне, честно говоря, не очень нравится. Машина действительно чем-то интересная. У нее низкий корпус, маленькая, ну, невысокая башня, довольно хорошая цифра по Альфе. Но есть все-таки и минусы. Франкенштанк машина фановая и уникальная. А плюс к тому, к ней еще идет три контейнера киберспортивных. И отсюда вы можете получить еще дополнительно какую-то машину. Да, шансы выпадения не сильно большие, но они есть. Есть, ребята, фартовые, которым что-то выпадает. Мне, допустим, из контейнеров за 8 лет из платных контов выпала всего одна машина. Ну, вот такой вот нефартовый. Из песни слов не выбросишь. Это что касается нового сезончика апреля и, соответственно, того, что вы сможете получить. И, к слову, ребят, золотые монеты, которые вы собираете вот эти в процессе игры в рейтинговых боях за победой, допустим, в золотой лиге, как я сказал, по 5 золотых монет, они не сгорают. То есть, если вы, допустим, в этом сезоне собрали себе 8 тысяч и не захотели потратить на что-либо, не торопитесь тратить на что-нибудь. Вы можете оставить у себя их в копилке и в следующем сезоне добрать то, что вам не хватало и взять себе все-таки машину, а не, допустим, там контейнеры, либо рывок к десятке. Хотя, честно говоря, рывком к десятке здесь назвать можно только 14 дней према и вот этот вот сертификатик, но всего лишь на 25% скидки. Короче говоря, знаете, такой себе рывок к десятке. Поэтому лучше за 8,5 это не брать, а докопить и взять за 11,5 годный классный набор, да еще и машину себе поставить в ангар. Теперь, что касается второй новости, которая есть в магазине, это у нас появились контейнеры запертые. Вы будете получать контейнеры, вы можете дарить их друг другу, вы можете купить их за золото и вы можете купить их за реальные деньги. Я имею ввиду, как контейнер с ключом за 5 баксов, так вы можете купить отдельно по 1000 голды, либо, грубо говоря, за 1,5 доллара один ключ, хотя продаются они комплектом по 2 ключа, поэтому 3 бакса. Но в любом случае, только за реальные деньги, либо за голду вы сможете эти запертые контейнеры открыть. Внутри контейнера вы имеете возможность с вероятностью в 3% получить довольно-таки годную классную машину, порой крайне сильно недооцененную, хотя это очень ошибочное мнение КПЗ-50Т. Вероятность не сильно большая выпадение, как я уже сказал, 3%, но все-таки она есть и мало ли кому-то да повезет. Стоит все-таки отметить, что крайне ошибочным мнением и очень сильно заблуждаются те, кто его озвучивает, является то, что вот если есть 3%, то значит с 30 контейнеров мне 100% должна упасть машина. Ну типа шансы-то увеличиваются. Нет, ребят, каждого контейнера 3% вероятности выпадения. Но это все равно, что стоять и завязанными глазами кидать дротики в надутые шарики и уверять в том, что в красные шарики, а все остальные белые, вы попадете однозначно, если бросите 30 раз, если там висит 30 шариков. Ну это глупо. Поэтому, ребят, не слушайте тех, кто считает математику именно таким образом, что, мол, есть какое-то количество контейнеров, а именно берут просто 100 и делят на процент. Это неправильная математика абсолютно. Что касается самого МКПЗ-70, я не буду говорить, что там можно еще забрать, скажу лишь следующее, что я, допустим, являюсь обладателем нескольких машин среднего класса на 10 уровне. И, в частности, ребят, у меня на 10 левеле, почему мы не переключаемся, я понятия не могу, но давай еще раз попытаемся переключиться. Чего ты меня подводишь-то? У меня-то без дублей все происходит. Так, переключилось? Нет. Вроде бы переключилось. Пробуем еще раз. Да, переключились. Так вот, ребят, у меня есть несколько машин 10 уровня, средних танков, среди коллекционок и одна премиумная машина. Всего, для тех, кто не знал, премиумных и коллекционных машин 7 штук на данном уровне. Две премиумных машины М60 и 121Б. И они, соответственно, имеют на удивление разную степень доходности. Но если у 121Б она завышенная, то почему-то у М60 она заниженная. Я логику, честно говоря, не очень понимаю. Но да ладно, бог с ним, как есть, так есть. Стоит отметить, что из этих 7 машин только 2 премиумные, остальные коллекционки. Я являюсь обладателем на разных аккаунтах Т-22СР и Объекта 907. И, честно говоря, Каунф Панзер 50Т мне нравится даже больше. Я имел честь несколько раз на нем поиграть, и мне очень понравилось. И я очень сильно жалею, что я не приобрел себе его в свое время. По одной простой причине. Потому что, если вы посмотрите на технические характеристики, только для начала давайте выбросим отсюда Коро. По одной простой причине, потому что он барабанный. И сравнивать цикличное орудие с барабаном, это глупо. Поэтому, выбросив его, мы видим следующую картину. Альфа, которая уступает 3 машинам, но несущественно, всего лишь на 30 единиц. При этом, ребят, посмотрите на время перезарядки. Она лучше, чем у всех остальных машин на уровне. Да, пускай не прям сильно лучше, вау-вау-вау некоторых. Но все-таки лучше, чем у, допустим, АМХ-130Б и у того же М121Б. И мне кажется, что Каунф Панзер превосходит во всех абсолютно параметрах всех своих конкурентов. Он может уступать в скорости всего лишь на 2 километра. И мне кажется, что это вообще несущественно и даже не почувствуется. Но при этом, допустим, гораздо бодрее передвигается, чем М60. Что касается ДПМа, как вы видите, преобладает над всеми. То же самое касается и понятия совпадения пробития альфы и количества выстрелов в минуту. Короче говоря, аппарат имеет действительно крайне годное, хорошее, качественное орудие. Сведение у него немножко подкачивает и да, безусловно, играется хуже, чем у 121Б, который у меня тоже есть. И я бы сказал так, данный конкретно аппарат, он действительно самый классный в отношении сведения. Но на Каунф Панзере это время сведения действительно комфортное. То есть дискомфорта какого-то и неудобства в игре я не ощутил. Что касается доходности, я ее озвучить не могу, потому что данных цифр у меня нет. Если у кого-то есть они и кто-то ими обладает, пожалуйста, напишите в комментариях под видео. Я думаю, что другим это будет очень полезно знать. И теперь смотрите на процент побед. Как бы там ни говорили по поводу того, что Каунф Панзер 50Т не идет ни в какое сравнение с М60 по поводу эффективности, то обратите внимание, что у него процент побед самый высокий на уровне среди коллекционок и премиумных машин. 55,5% против 55,3%. Да, типа совсем чуть-чуть, но, ребят, не надо рассказывать по поводу того, что М60 прям нагибатор, а Каунф Панзер 50Т это отстой. Нет, ребят, просто необходимо уметь пользоваться данной машиной. А машина обладает довольно прикольной вещью, а именно бронированной башней, которая является еще и довольно-таки плоской. То есть она не округлая, очень сложно выцелить какие-то комбашни или что-то подобное. У нее крайне хорошо забронирован, простите, забронирован крайне хорошо лоб башни вот здесь вот. Щеки крайне маленькие и имеют крайне хорошую приведенку. И даже если вы вот так вот начинаете поворачивать, здесь все равно есть приведенка. То есть появляется серая зона только вот в этой вот маленькой части. Но по большому счету, если вы будете отыгрывать при вот таких вот углах склонения орудия от каких-то неровностей, и пряча при этом нижний бронелист, то верхние два бронелиста, которые напоминают вот этот вот щучий нос так называемый, да, они действительно очень классно принимают на себя рикошеты. Да, можно безусловно там кинуть какой-нибудь фугасик сверху, так чтобы осколками посекло. Да, пускай здесь в корме типа мягко, но все-таки, ребят, 70 миллиметров не так уж и мягко. А закинуть фугас, допустим, куда-нибудь сюда будет довольно-таки сложно из-за низкой посадки самой башни. Короче говоря, машина очень бодрая, классно передвигается, довольно часто бывают рандомные рикошеты, порой выносит боеукладку, но это все-таки, ребят, встречается на многих машинах в нашей игре. Короче говоря, как главный приз в запертых контейнерах очень даже ничего. Ну а что касается процентов выпадения, я уже озвучил, покупать или не покупать, безусловно, выбор исключительно за вами. Мое дело озвучить свое субъективное мнение, конкретно касающееся самой машины, потому что мне очень часто пишут в комментариях о том, что я что-то рекомендую. Ребят, когда я что-то рекомендую, я так и говорю, рекомендую взять, вот как это было, допустим, в свое время, когда продавали Франкенштанка или когда продавали Игорька за 2000. И я говорил, ребят, рекомендую, берите, вы не пожалеете. Сейчас же я не рекомендую, я просто говорю о том, что машина сама по себе неплохая. Если она вам выпадет, то я думаю, что вам это понравится. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.